Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшняя наша тема – переход на вторую линию при вирусологической неудаче, если тесты на резистентность недоступны. Прежде всего, вообще какие критерии вирусологической неудачи? Здесь может быть два сценария. Первый сценарий – мы начали с вами антиретровирусную терапию и вирусная нагрузка снизилась за месяц менее чем на один логарифм, то есть менее чем в 10 раз. Либо мы не достигли подавления вирусной нагрузки меньше 200 копий в миллилитре через 6 месяцев. Второй сценарий – когда у нас уже пациент получает антиретровирусную терапию и была уже достигнута вирусологическая супрессия, однако через какое-то время вирусная нагрузка повысилась больше 200 копий в двух повторных анализах, выполненных и с интервалом в три и более недели. На самом деле причины вирусологической неудачи могут быть различные, но прежде всего это могут быть ошибки в назначении схемы антиретровирусной терапии. Самая частая ошибка – это когда мы назначаем с вами схему Абокаверламиудинов и Веренс при вирусной нагрузке больше 100 тысяч копий. Либо такую же ошибку делаем при назначении фиксированной комбинации ДОС и Виплеры, Тенофавир, М3-цитабин, Рилповирин. Ну, кроме того, недопустимо некоторое сочетание препаратов, ну, например, этровирин снижает концентрацию долтогравира и так далее. Ну, конечно, самой частой причиной вирусологической неудачи является приверженность пациента. Пациент может нарушать прием, пропускать, может быть неправильная дозировка. Притом вот эти вот наши препараты, которые выпускаются то 150 мг, то 300 мг, они иногда приводят к ошибке в приему. Пациент может не соблюдать временной интервал, не соблюдение требований связи с пищей и так далее. Могут быть нежелательные явления, которые нарушают всасывание препарата, ну, например, рвота после приема препаратов, либо нарушение глотания. Необходимо выяснить, не переносил ли недавно пациент какое-нибудь инфекционное заболевание, либо недавняя вакцинация. Это, кстати, сейчас очень актуально, да, потому что после прививки, например, от коронавируса временно может повыситься вирусная нагрузка. Необходимо проследить межлекарственные пищевые взаимодействия, потому что, например, прием ингибиторов протеазопромпы вместе с рилпавирином приводит к снижению рилпавирина. Либо пациент может получать какой-нибудь мощный индуктор системы цитохрома, таких как рифампицин, кармамазепин, зверобой, что тоже приведет к снижению концентрации антиретровирусных препаратов. Ну и причиной вирусологической неудачи может быть нейрокогнитивные расстройства пациента и пациент, из-за которых просто не в состоянии правильно принимать препараты. Значит, что же надо делать, как вести таких пациентов? Но прежде всего надо хорошо разобраться, выявить, какие причины могут быть вирусологической неудачи и устранить данную причину. Дальше нам необходимо проверить вирусную нагрузку через 1-2 месяца. Если все-таки подтверждается высокий уровень вирусной нагрузки, то надо сменить схему как можно более в короткий срок. Ну и поскольку мы с вами меняем схему эмпирическим путем, без теста на резистентность, мы должны, во-первых, тщательно проанализировать историю болезни, посмотреть, какие были предыдущие схемы. Может быть, была уже зафиксирована вирусологическая неэффективность и на какие препараты были. Ну а может быть, у нашего пациента когда-то был все-таки сделан тест на резистентность. Ну вот мы в Санкт-Петербурге в 2020 году провели 319 тестов на резистентность, и какие же мутации мы выявили. Значит, ну прежде всего, посмотрите, наши пациенты, 290 человек, у которых была выявлена мутация лекарственной устойчивости, 70% из них получали схемы 2 НИОТа и НИНИОТ. Притом 96% из них получали схему с эфаверенцем. А вы прекрасно знаете, что эфаверенц – это НИНИОТ первого поколения с низким генетическим барьером. Ну и посмотрите, какие мутации были выявлены. Значит, на первом месте стоят мутации класса НИОТ, и первое место – это мутация 184В или Ай. И дальше посмотрите, в каком большом проценте выявлена мутация К65Р. Ну, из класса НИНИОТов лидирует мутация G190С, ну и вы видите еще 181С, 101Е, 103Н. Были выявлены мутации также устойчивости к классу ингибиторов протеаза, но надо сказать, их было совсем мало. Вот, например, мутация М46А, там чуть больше 2%, и надо сказать, что она не имела никакого терапевтического значения. То есть, по сути дела, при этой мутации наши такие популярные ингибиторы протеаза, как бустированный тазонавир, дарунавир, лапинавир, они, в общем-то, продолжали работать, и вирусологическая активность не потерялась. Были выявлены мутации к ингибиторам интегразы. Надо сказать, что мы всего 20 пациентам сделали тест на ингибиторы интегразы, и у 14 были выявлены мутации. Значит, все эти пациенты получали схемы с ралтогравиром. Значит, была выявлена мутация 155H, 138K, 148R и так далее. Надо сказать, что, вот, например, мутация 155H, она снижает резко чувствительность к ралтогравиру и лавитогравиру, но при этом долтогравир продолжает работать. А если мы говорим о мутации КУ-148Р, то она снижает и к долтогравиру, но при этом все-таки возможно назначение двойной дозы долтогравира, и тогда схема будет работать. Очень важно понимать, что если у нас нет теста на резистентность, то мы должны заменить всю схему, все три антиретровирусных препарата. У нас в наших российских клинических рекомендациях есть табличка, где вот показаны препараты и на что мы можем поменять. Предпочтительные, альтернативные схемы. Но давайте с вами разберемся, чтобы вы вообще поняли логику этой замены. Значит, ну посмотрите, самая популярная наша предпочтительная схема. Значит, тенофавир, ламевудин, либо М30-бин и нинеот. Значит, поскольку мы сейчас очень широко применяем тенофавир, то именно тенофавир отбирает мутацию 65КР. Ламевудин или М30-бин, которые в этой схеме, они отбирают мутацию 184В или Ай. И надо сказать, что вот эта вот мутация К65Р, которая отбирается, она имеет очень большое значение, поскольку резко сокращает возможности дальнейшего применения группы неот. Посмотрите, пожалуйста, если вы посмотрите, вот мутация К65Р, она, по сути дела, выбивает весь класс неотов, кроме зидовудина. А вот зидовудин, наоборот, повышается чувствительность и очень хорошо работает. Поэтому, когда у нас в схеме есть либо тенофавир, либо абокавир, мы меняем на нуклеозидную основу. По сути дела, только мы можем поменять на азидотимидин, либо на наш отечественный фосфазит. Вот именно эти препараты могут работать. Ламевудин с М30-стабином мы можем оставить схему, а вот нинеот мы четко меняем совершенно на другой класс препаратов. Почему? Ни в коем случае без теста на резистентность нельзя поменять ниот на другой нинеот, потому что вы видите, что идет перекрестная резистентность, здесь слишком много мутаций различных. И, в общем-то, эти мутации выбивают то один, то другой препарат. Без теста на резистентность мы не можем сказать, какой именно. Поэтому, значит, мы нуклеозидную основу меняем азидотимидин, оставляя ламевудин и лимтрестабин. Эфавиренц, нинеот мы меняем на бустированный ингибитор протеазы, либо на ингибитор интегразы, либо мы можем вообще сделать альтернативную схему, убрать нуклеозидную основу и дать, например, мощный ингибитор протеазы бустированный и ингибитор интегразы. Ну, вот здесь вы видите, возможно, разные варианты. Если у нас схема с азидотимидином, да, допустим, азидотимидин, либо это фосфазит, ламевудин, либо мтрестабин и нинеот. Значит, здесь у нас мутации возникают, которые отбирает азидотимидин. Это так называемая мутация аналога тимидина. Вот они здесь. И если вы посмотрите, то мутация аналога тимидина, посмотрите, например, вот тенофавир продолжает работать. И в результате, когда в схеме азидотимидин нам надо поменять нуклеозидную основу на тенофавир. Почему мы не меняем на баковир? Потому что вот эта мутация 184-я VEI, которая отбирается ламевудином с мтрецитабином, она тоже снижает, дает низкую устойчивость к баковиру, снижает работу баковира. И кроме того, значит, мутации аналогов тимидина также могут снижать чувствительность к баковиру. Поэтому, когда мы меняем нуклеозидную основу с азидотимидином, значит, мы меняем на тенофавир. Значит, если у нас схема, которая содержит два ниота плюс ротогравир, и она перестала работать, она неэффективная. Значит, нуклеозидную основу мы меняем так же, как только что я рассказала. То есть надо четко представлять, что тенофавир и абаковир мы меняем на азидотимидин, а азидотимидин мы меняем на тенофавир, оставляя в схеме ламевудин с мтрецитабином. Ну, а вот если у нас возникают вот эти вот мутации к ингибиторам интегразы. Посмотрите, пожалуйста, вот эта самая частая мутация, которая, вот она не работающая при ротогравире, но продолжает работать при долотогравире. Вот 148-я мутация, она не работает при ротогравире, она снижает чувствительность к долотогравиру, но при этом все равно он может работать, если мы дадим двойную дозу. Поэтому ротогравир мы меняем либо на мустированный ингибитор протеазы, либо можем поменять на ниниот, если никогда он не применялся у данного пациента, либо подаем двойную дозу долотогравира. Ну, нуклеозидную основу мы с вами уже проговорили, как мы меняем. Значит, схема с ингибиторами протеазы. Вообще ингибиторы протеазы – это те препараты, которые имеют высокий генетический барьер, на них развивается достаточно редко резистентность. Надо сказать, что это должны быть очень большие нарушения. Значит, нуклеозидную основу мы можем менять точно так же. И посмотрите, какой мощный, например, ингибитор протеаза – даруновир. Вы видите, здесь ни одной мутации не помечено красным цветом. Что это значит? А это значит, нет такой мутации одной, чтобы она снизила чувствительность даруновира, чтобы он перестал работать. Чтобы перестал даруновир работать, надо несколько мутаций, где-то около пяти. Поэтому мы можем с вами поменять нуклеозидную основу, а ингибитор протеаза меняем. Либо мы даем даруновир. Притом у нас есть опция даруновир 600 мг два раза в день. Мы можем поменять ингибитор протеаза на ингибитор интегразы, ралатогравир либо долатогравир. Мы можем дать такую, скажем, не совсем стандартную схему, но они бывают очень эффективны. Мы даем, допустим, даруновир, бустированный 800, плюс этроверин, не него второго поколения. Эти препараты прекрасно работают вместе, ну и можем добавить неот. Допустим, если там был азидотимедин, можем добавить тенофавир. Либо наоборот, был тенофавир, добавить азидотимедин. Мы можем дать тоже нестандартную схему. Даруновир, например, 800, бустированный этроверин и добавить ингибитор интеграза. Ну, либо даруновир 800 плюс долатогравир. Все дело в том, что, вот, например, последние рекомендации американские говорят о том, что новый режим может включать два полностью активных препарата, не три, а два, обратите внимание, если есть хотя бы один с высоким генетическим барьером. А это у нас как раз-таки долатогравир и усиленный даруновир. Поэтому, если мы даем эти два препарата, то схема будет работать. Ну, и в заключении я хочу сказать, что, конечно, при выявлении вирусологической неэффективности необходимо выявить причину этой вирусологической неэффективности, устранить ее, и после чего повторить анализ на вирусную нагрузку через 4 недели. Если сохраняются вирусы не, необходимо изменить схему в короткий период. При отсутствии теста на резистентность меняем все три препарата и назначаем препараты других классов, такие как ингибиторы протеаза бустированные и ингибиторы интеграза. Необходимо пациентам с предполагаемой недостаточной приверженностью низким уровнем CD4 лимфоцитов назначать препараты с высоким генетическим барьером, такие как ингибиторы протеаза бустированные и ингибиторы интеграза второго поколения. Я вас благодарю за внимание. Если будут вопросы, готова на них ответить. Продолжение следует...